Вечный календарь Праздник называется также День Ерофея-Лешегон С Ерофея и зима шубу одевает На Ерофея-Леши сквозь землю проваливается Расстается лесной хозяин за своим зеленым Успевшим уронить на зим почти всю листву царством Ломает с досады злой деревья встречные Народная традиция в этот день Нельзя ходить в лес Леший буянит Нежелательно даже выходить из дома По причине разгуливания злобных духов На Ерофее ни в коем случае нельзя ходить в лес В этот день леший буянит перед долгой спячкой Он куражится и веселится, ломая деревья и гоняя лесную живность Говорят, дух леса лучше и легче услышать, чем увидеть Свист, вой, щелканье, разноголосые крики Хохот, виск, хлопанье в ладоши Все это он, леший Но когда приходит время И леший проваливается под землю То он тянет за собой зверей, птиц, травы, ягоды, грибы и орехи Пусто становится в лесу Если же попадался лешему человек То он мог и его утащить под землю Чтобы одному не было скучно зимовать С Ерофея начинают зимние холода Поговаривают С Ерофея и зима шубу надевают А еще Наши предки-крестьяне шутили На Ерофее один Ерофеич душу греет Это был такой специальный горячительный напиток На травах без сладкого составляющего С мятой, анисом, зверобоем Душица, чабрецом, донником, тысячелистником Полынью, земляничным и смородиновым листом Приметы на день Ерофея С Ерофея холода сильнее С Ерофея зима шубу надевает Нежелательно в Ерофеев день делать свадьбы У белки в день Ерофея Цвет шерсти изменился к морозной зиме Снегирь поет у подножья изгороди к непогоде Вот такие замечательные приметы Такое описание дня 17 октября Изучайте народный календарь местослов 365 праздников в году Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok